Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале О.Х. Рэймон, и сегодня мы продолжаем стить за Грация. Да, в прошлой части его не стало. И сейчас мы покажем тескос, какую цену стоила потеря Грация. А перед началом просмотра я хочу еще раз напомнить, что подписаться на мой канал и на мою группу это желательно. Не, ну я никого насильно не заставляю. Ладно, приступаем к заданию. Итак, сейчас нам нужно уничтожить контейнеры с кокаином. И будем заходить на корабль. С какой стороны? Можно тут проплыть и пойти туда. Но мне кажется, это будет мне очень удобно. Не, ну хотя можно пробовать. Ладно, для начала сейчас заполучим код доступа. С помощью квадрокоптера. Все, код доступа есть. Теперь мы можем входить вот сюда. Не, ну хотя ладно, разница небольшая, пойду здесь. Проплыву так. Открываем дверцу. И заходим. Надо каждый раз смотреть, где враги. Со всех сторон. А то они появляются все время неожиданно. Так. Тут, если я не ошибаюсь, всего один враг. Здесь, что с ним можно вот разобраться легко. Все, готов. Надеюсь, он был один. Ну вот там вот еще есть. Отличим его пока и уничтожим один контейнер. Готово. Он сгорел. Весит. Еще три. Еще есть вот тут. И враг, и контейнер. Угу. Ладно. Надо как-нибудь хитро придумать. Попробую шоковую гранату кинуть. Надеюсь, что взрыва не будет, потому что я прицепил его на бочку. Давай, три, два, один. Нет, все-таки взрыв был. Ну ладно, заодно и контейнер, и врага уничтожил. Так, ладно. Он идет сюда. Не шуми. Отлично. В укрытие. Надо быстрее идти. Ладно, побегу. Очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Пусть пока все отвлекаются на шум, я тихонько пробегу. Сюда. И наверх. Все отлично, никого нету. Третий контейнер. И сейчас четвертый. Так. Смотрим, где он. Он внутри контейнера. Так. Я столько что сужил звук, что меня кто-то чуть не обнаружил. Он призрак, что ли? Еее. Я призрак, летящий на крыльях ночи. Я Маркус Холлувый. Он тоже черный. Надеюсь, это не звучало обидно. И четвертый контейнер готов. Все. Супер. Блин, я еще и умудрился обжечься. Вся партия уничтожена. Тескос поняли, что это война. Тескос поняли, что это война. Уходи оттуда. Смылся, сука. Блин. Все. Все. Теперь нужно уезжать отсюда. Это было легко и быстро. Меня даже не спалили. Хотя обычно все происходит иначе. Ну, мне повезло. Ладно. Итак. Следующая миссия. Пурум-пурум-пурум. Давай. Так. Будут ли у меня очки исследований? Пока что нет. Теперь Тескос на видео, которые убили Горация. Кто они? Самый главный. Скорняк Пабло. Его пока не нашли. Остальные. Луи Стравина, Дина Уэрде и Хорхе Гутеррес. Они встречаются в высохшем канале, чтобы решить, что с нами делать. Супер. За ними. Ну, все. Сейчас будем разбираться именно конкретно с теми уродами, которые убили Горация. Для этого нам нужно приехать к каналам. Пометим и поедем. Ай, блин. Какой странный маршрут. Что не так? Я собираюсь поехать направо, потому что у меня не было пути налево. И он тут же появляется. После этого меня сбивают. Не, ну ладно. Придется ехать еще раз. Ну ладно, всех как бывает. Вот странные машины. Жесть. Ладно, не буду угонять. Возьму свою любимую. А она уже здесь. Тихо. Вот она. Детсековская. Теперь снова выстрою маршрут. И надеюсь, в этот раз все будет побезопаснее. Чтобы не так жестко, как в прошлый раз. Сюда. И что? Ладно. Угу. Капец, это блин. Почему-то я неаккуратно катаюсь. Хотя ладно. Все равно уже эту машину не первый раз беру. И каждый раз она уже починенная. Так что нормально. Вообще нормально. Пофигу там. Как будто на дороге ничего нету, кроме моей машины. Мы уже почти приехали. А я решила вылететь навстречу. И вне закона. И вне закона. Давай. Даешь твою. Как он там попался? Аккуратно остановились. Поднимаемся. И вон там задание. Даже не знаю, чего это. Здорово, ретро. Слушай, мы правда гордимся тобой. Тем, что мстишь за Горация. Спасибо. Что там? Я пока прослушиваю их звонки. Травина уже там. Еще двое на подходе. Вот отлично. Найди себе укрытие. Удачи, братан. Так. Ну все. Держитесь, уроды. Сейчас мы с вами разберемся. Так. Кто-то из них еще не приехал. Пока что нас там только один. Другие еще в пути. Я пока вижу двух. А где третий-то? Ладно, не видно. Надо было бы, наверное, здесь брать какую-нибудь винтовочку. Но я попробую сделать все еще круче. Дистанционно. Слежу за Гудьерасом. Он на подходе. Есть одна идейка, но... Не знаю, сработает ли она. И полетели. Давай. Отлично. Я просто супер меткий. Так, вот. Вот один уже и второй. Этого можно, кстати, по-моему, той же машинкой убить. Нормально. Нормально. Она уже там. И зря. И... Остался лишь третий. Или это третья я. Да, это Уэрто Тина. И она тоже готова. Я там не был. Их все сбили их же машины. Гудьерас, Травино. Слабое утешение за смерть друга. Уходи, Маркус. Нам надо взять Пабло. Хорошо. Найдем самого главного виновника этой смерти. Эти трое ничего не значат. Но мы все равно отомстили за Грация. Осталось найти только самого главного виновного. И его зовут Пабло какой-то там. Вот сейчас мне должны дать очки исследований. Отлично. Надо будет сейчас сразу же купить улучшение. Все. И сейчас самое главное, что мы возьмем. Очень полезная плюшка. Общее отвлечение. Все враги и просто люди будут сразу же отвлечены в свое устройство. И таким образом у меня будет возможность и забегать, и проникать. Хорошо. Теперь вожак. Скорняк Пабло. Я его отследил. Он на собачьих боях в Чайна Тауне. Мы отправили туда члена дотек на разведку. Сделаем это, Маркус. Ага. Понятно. Чайна Таун. Ну как? Не очень далековато. Но я вижу смысл здесь переместиться. Потому что раз расстояние вроде бы и не маленькое, но при этом и небольшое. А рядом есть недалеко магазинчик. Естественно, разум не будет переместиться. Так что, я это и делаю. И вот, переместились. Надо снова брать какой-нибудь транспорт. И я нашел очень хороший вариант. Давай, садись в него. Ну? Садиться ты будешь? Отлично. Все. Тихо. Не надо. Да, аккуратнее, ешь, твою ж. Постараюсь проехать так, чтобы не сломать эту машину. Хотя, она и так не моя. Ну ладно, вдруг там потом хозяин ее заберет где-нибудь. А она целая будет. Все. Готовься, Пабло, Скорняк. Сейчас мы с тобой будем разбираться. Поднимаемся к агенту ДЦЕК. Давай. Давай, давай, давай. Все. Отлично. Привет. Привет. Что там такое? Там проводят собачьи бои. Раньше вроде бассейн был или что-то такое. Но вход только для своих. А войти смогу? Думаю, через ресторан можно. Удачи, чувак. Может, нам помочь тебе чем? Не надо. Нужно поменьше шума. Я пойду один. Отлично. Теперь нужно так же спуститься. Хотя, я не знаю. Ну да, я, наверное, разобьюсь, если буду спрыгивать. Поэтому подставлю себе подъемник. И буду спрыгивать на него, а потом с него. Сейчас нам нужно пройти в это место, где проводятся собачьи бои. И найти подземное убежище, в котором находится сам Пабло. Ну, судя по всему, там впереди и есть вход. А вот вокруг него непонятно сколько людей, врагов. Один, второй. Я, интересно, всех там пометил. Но при помощи есть еще кто-нибудь. А, нет. Никого. Тогда сейчас надо придумать, как от большинства избавиться дистанционно. Нет, не помогло. Ладно. Кстати, вот. Так у меня же есть общее отвлечение. Что же я сразу не сообразил? Это сейчас вообще будет очень удобно. Я такой захожу туда. Хоба. Все в своих телефонах. А я спокойненько захожу. Воу. Здесь у нас разделывают туши. И где-то там внизу проходят собачьи бои. Даже лифт есть. Ну что ж, спускаемся. Вау. Такая защита. Надписи. Интересно, как их рисовали? Опускались в лифте на какую-то определенную высоту и делали паузу, чтобы нарисовать. Или прямо в процессе. Смотри, какой крутой перрон. Кажется, сейчас он откусит тебе твои. Нет, я все рассказал. Прошу, не надо. Ты что делаешь? Жидать нельзя приносить ножи. Нет, нет. Отведу его к Пабло. Нет, Пабло. Нет, нет. Прошу вас. Выходит, этот Пабло такой зверь. Твою мать. Тескос приветствует вас всех. И я обещаю, что сегодняшние бои будут очень кровавыми. Да блин. Некоторые из вас что-то слышали в крючку задрота, просивших нам вызов. Но не стоит переживать. Пока я управляю. Да. О-о-о. Так, Пабло ушел. С ним его, ребята. О, смотрите, у него ключ доступа. Нормально. Ну все, так будет гораздо легче. Вон враг. Сейчас будет некоторая неожиданная для него ситуация. Вау. Почему эта клетка открылась? И собака выскочила. Как они это называют? Перро. Сейчас туда должны прискакать другие ребята. О. Вход для джампера. Посмотрим оттуда. Нет. Почему-то никто не пришел. Ну и ладно. Иди, тихо-тихо. Сейчас это пси на меня, не дай бог пойдет. Все, тихо. Костя, избавьтесь от них. Воу. Неожиданно из этой собаки началась битва банд. Но почему-то пока ни других, ни тех не видно. Есть у нас где камера поблизости? Да. Но здесь это никак не поможет. Здесь можно попробовать выключить свет и побежать вниз. Но мне кажется, там по-любому на пути будут какие-нибудь двери, которые открываются, когда они включены. Поэтому просто аккуратно пробегу. Так. Вон Пабло. И здесь такой нехилый коридор, чтобы до него дотянуться. Зато можно разбираться с врагами и их же собаками. Ну и... Собака ничего толком не смогла сделать. Надо было, наверное, его вначале отлечь, а потом открывать клетку. Ладно, пофигу. Нет, так нельзя. Значит, будем по одному их устранять. Все, можно уже, наверное, идти. Никого пока не видно. А, нет, видно, видно. Так, ну что там? Посмотрим, есть ли тут еще враги. Нет, остался только сам Пабло. Ну, мне удобно. Я могу вот здесь вот уже выключить свет и аккуратно так к нему пройти. Так и сделаю. Это в отвлеку. Везде выключу свет. И... Пабло, привет. Это за Горацией, тварь. Умри. Отлично, Маркус. Лучше уходи оттуда как можно скорее. Все. Теперь Гораций отомщенный. И пристрелите нахер. Апсина опять проснулась. Теперь она уже не проснется. А мы уходим отсюда. Так, теперь обратный путь наверх. Вновь. Граффити. Или граффити. Не знаю, как правильно. Готово. Тескос нас не потревожит. Маркус, возвращайся в Хакерспейс. Нужно почтить память Горация. И так. Прощай, Гораций. Сейчас... Дедсек почтят память Горация. Давай загрузка. Мы достали их. Я не успел вовремя, брат. Блин, чел. Теска смогли забрать любого из нас. Меня, тебя, Джоша. Любого. Они забрали Горация. И он отказался сдать нас. Я хочу побыть один. Ну вот. Сейчас, наверное, будет диалог. После того, как покажут, что мы прошли с заданием. Ох, ничего себе, как много флореров. Рэй, чувак. Маркус. Вы сегодня охренеть, как отметились. Не умею говорить речи, но... Спасибо, Рэй. Я ценю. Я сейчас на побережье. Заходи. Есть одно реально крутое дело. Так. Понятно. Ну ладно. А, в общем, в этой части мы отомстили за Горация. И... Попрощались с ним. Вот. Думаю, на этом можно эту серию закончить. Всем желаю удачи и хорошего настроения. И не забывайте подписываться на мой канал и группу ВКонтакте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok